Классно. Давайте будем вникать и слушать, хорошо? Все, запись стоит. Все, отлично, Альбиночка, спасибо большое. Так, ну что, я думаю, что пока еще подтягиваются. Доброго всем. Давайте начну так, времени суток, потому что будут, возможно, запись смотреть в разное время. У кого какой будет, да и сейчас у нас у всех разное время, потому что разные города, разные страны, разные республики, да. У всех часовой пояс разный. Меня зовут Ирина Чупина, я из республики Коми. Давайте немножко пока люди подтягиваются, да, я расскажу о себе. Дорогие друзья, я вас попрошу, пожалуйста, да, потом я еще это напомню. Давайте, чтобы мы не были очень жесткие к вам, давайте будем контролировать свои микрофончики, потому что я в конце все-таки захочу с вами со всеми пообщаться. Я буду очень рада, я человек общительный, люблю общаться. Поэтому давайте, дабы не мешать пока мне, чтобы не было фона, пожалуйста, просто контролируйте свои микрофоны, чтобы они у вас всегда горели в голубом формате, хорошо? Вот, видео тоже старайтесь не включать, потом уже, когда я наговорюсь, когда я устану, я думаю, что у вас будет возможность включить микрофоны и задать вопросы, которые у вас возникнут. Так, у нас Алекс, я так поняла, гость, есть ли у нас еще гости, кто еще не партнер? Ребят, включите микрофончики, скажите, кто у нас еще не партнер? Ну, еще мало людей присоединилось, но давайте пока начнем от тех, кто здесь есть. Есть ли у нас люди смотрящие, не партнеры? Алекс, сегодня танцы для вас с бубном. Полина, вы тоже еще не партнер? Нет, я только прокупила стол, прохожу обучение и хожу на каждый голосовой, два вебинара только успела посмотреть. Так как я работаю с утра до вечера, поэтому вот такая проблемка чуть-чуть. Нет, смотрите, это не проблемка, дело в том, что у нас идет всегда запись, поэтому всегда можно посмотреть записи в любое время, когда удобно, даже перекрутить на реверсе поставить, поэтому очень хорошо то, что мы всегда ведем записи. А я хотела узнать, есть ли у нас сейчас еще гости, ради кого я буду танцевать? Алекс, судя по всему, все сегодня танцы, все танцы сегодня для вас. Ну ладно, хорошо. Так, я просто думала давать маркетинг сегодня или нет, но я немножко вкратце дам. Все-таки пройдемся по маркетингу. Так, ну что, давайте, наверное, я думаю, что стартаем. Я бы очень хотела, была бы признательна, если вы представитесь и скажете, с каких регионов. Давайте немножко пробежимся по нашей географии на данный момент. Давайте, включите микрофончики, да, и партнеры, и гости все. Давайте пробежимся по географии. Просто приятно услышать масштабы. Полина, город Тамбов. Так. Надежда, Ставропольский край. Прекрасно. Германия. О, класс. Прекрасно. Так, ребят, представляйтесь, не стеснайтесь. Через камеру я не кусаюсь. Нина, Волгоградская область. Всем здравствуйте. Катерина Сагендыкова. Астраханская область. Юг России. Кто замерз, приезжайте к нам. У нас жарко. Нет уж, спасибо. Мы у себя. Валентина, Златоуст. Челябинская область. Добрый вечер. Добрый вечер. Мария Санникова, Хакасия. Добрый вечер. Тюмень. Анастасия. Ребят. Добрый вечер всем. Марина Тимитау, Казахстан. Приветствую. Партнер. Людмила Халенкова, Беларусь. Всем привет. Казань, Татарстан. На связи. По Волжи. Марсель. Партнер компании BeFrit. Юлия Сафонова, Челябинская область. Партнер. Здравствуйте. Всем здравствуйте. Так. Ну, еще кто-то представится или нет? Зинаида Подмосковья. Подмосковья. Зинаида Подмосковья, Болосыха. Да, Зинаида, мы услышали вас. Я лично, я услышала. Отлично. Ребят, ну, всем огромное спасибо, кто представился. Вот действительно настолько приятно, что наша география даже на столь небольшом мероприятии масштабы очень мощны, да? И вот смотрите, чем хорош бизнес именно в интернете? Вот чем он хорош? Тем, что очень много людей с разных стран. Знаете, вот когда я работала до этого в сетевой компании, да, в основном это были масштабы только своего города, да, очень мало выходили за рамки своего города, потому что в интернете мы не работали. Мы работали в основном на земле. Плохо слышно меня? Кто-нибудь скажите, меня плохо слышно? Наша Елена, очень плохо слышно. Я ничего не слышу, очень тихо. Все хорошо слышно. Алекс, смотрите, можете нажать на меня или вот три точки, там должно быть, что звук побольше сделать. Либо, может быть, у вас, если есть наушники, я не знаю, я вот специально надела наушники для того, чтобы слышно было меня лучше. Все слышно хорошо. Все, ага, все хорошо. Видимо, Алекс, что-то у вас там. Попробуйте отредактировать где-то громкость. Скорее всего, у вас в телефоне что-то настроено. Вот, и смотрите, то есть, когда я работала на земле, бизнес на земле, да, у нас были масштабы очень маленькие своего города, но здесь, когда вот, допустим, у меня уже растет команда, и когда это разные города, вы не представляете, мало того, что мы уже как семья становимся, как семья, и даже порой бывает, приезжай гости к нам, будешь в этом районе, там к нам, мы всегда в гости рады. Представляете, это, если у тебя никогда, допустим, в других республиках не было ни друзей, ни знакомых, то сегодня это очень приятно, и это очень радует, греет душу. Поэтому, ребят, пожалуйста, микрофончики свои контролируем, не включаем, да, чтобы не было фона, потому что идет фон, не хочу, чтобы модераторы выключали вам, потому что я люблю диалог, поэтому давайте немножко вот, ну, контролируйте, хорошо? Вот, и смотрите, для тех, кто меня еще не знает, для тех, кто еще не знаком, но я думаю, что уже знакомы со мной многие, ну, ладно, я в сетевом работаю очень давно, но как сказать слово «работаю»? Работаю – это, можно сказать, местонахождение, да, уже на протяжении, ну, 15 лет это точно, 14-15 лет где-то вот так, да, но, опять же, я нигде не зарабатывала деньги. Я работала в продуктовках чисто для того, чтобы пользоваться продуктовой компанией, да, где-то какие-то продажи делала месячные ЛТО, вот сегодня мне скажи, пойдем продуктовую компанию, вот честно, застрелите меня сразу, не пойду, потому что я помню, как вы представляете, в шубе, бегая по предприятиям, да, делала вот эти продажи, приходила домой вся мокрая, да нафиг мне это, ну, то есть реально, вот сегодня мне это не надо, сегодня 21 век, и сегодня можно заниматься бизнесом в интернете, тем более, когда это еще информационный бизнес, да, когда не надо баночки-скляночки, когда мне не надо изучать состав, там, витамина, состав тряпочек или еще что-то, потому что в любом случае, даже если мне продать тряпочку, то, соответственно, мне нужно рассказать, да, какой состав там, чем она хороша, моя тряпочка от тряпочки другой компании, да, чем хороши мои витамины от другой компании, а на сегодняшний день, я думаю, все в курсе, что конкуренция огромная, и люди будут выбирать даже на сегодня не столько продукцию качества, а будут смотреть все-таки на цены, потому что сегодняшняя мировая наша экономика, да, она показала, что цены сейчас могут, независимо даже от курса доллара, цены поднимаются, и, соответственно, продукция тоже меняется, потому что любой компании сейчас это уже нужно эти, как скажите, там, ингредиенты разные, вот, и не у всех есть доступ к тем продуктам, которые были раньше, вот, поэтому я работала в продуктовых компаниях, я работала в матрицах, матрицы, я честно сказать, я их обожаю, вот, я их настолько люблю, что вот на сегодняшний момент я их не променяю, потому что легче матриц на сегодня нет ничего, вот, я была в инвестиционных компаниях, я была в МММ, поэтому вот кто мне сегодня скажет, что это пиробина, ребят, это в другую сторону, то есть со мной на эту тему вообще бесполезно разговаривать и не надо, я могу только поговорить с тем человеком, который действительно был, который не услышал от кого-то, да, а кто действительно был и который знает, как это все происходит, поэтому с этим вопросом даже сюда сейчас не заходите, об этом не говорить, потому что есть у нас сетевой маркетинг, продуктовки, есть у нас хайпы, есть у нас хайпы, есть еще, еще есть и есть матрицы, вот матрицы это совершенно отдельная структура, поэтому ее даже не трогают, вот, последняя моя компания, две компании за год последний, где я была в предыдущий год, я была в двух инвестиционных компаниях и я вышла там в огромнейший минус, сегодня я улыбаюсь, знаете почему, конечно, недавно я плакала, но сегодня я улыбаюсь, почему, потому что я сегодня благодарна этой компании за то, что я потеряла, то есть я оплатила вход в компанию BeFree, конечно, он мне обошелся более миллиона рублей, но смотрите, ничего в нашей жизни не происходит просто так, вот как бы мы там ни говорили, что бы мы ни делали, вот, ну, я просто это называю вселенной, а кто-то, может быть, по-другому может интерпретировать, да, но для меня это вселенная и она знает, что должно быть и вот она дала мне упасть для того, чтобы сегодня я встала и встала на ноги очень плотно и очень гордо поднятой головой с прямой осанкой и так далее. я сегодня очень благодарна, почему? потому что, смотрите, если бы я не вошла в инвестиционную компанию, если бы я не потеряла эти деньги, то есть если бы я не положила и компания бы не соскамилась, то в моей жизни не появилась бы компания BeFree. почему? потому что я на тот момент, я очень мало уже сидела в интернете, я сидела только чисто смотрела кино, мелодрамы, до 4 утра, рыдала, потом до 11 я спала и потом делала какие-то свои дела. Все, вот, в соцсетях я уже практически не сидела, мне уже было неинтересно, поэтому каким образом я бы могла узнать, в моем городе я первая, кто стартовал с этой компании, поэтому никаким образом в мою жизнь компания BeFree не вошла, но когда я потеряла в одной компании и я пошла в другую компанию, чтобы как-то немножко возвращать деньги, потому что благодаря инвестиционной первой компании у меня возникло кредитный договор на 35 тысяч, да, и соответственно мне нужно было что-то делать, а денег у меня, соответственно, нету, у меня работы нету, я не работаю, приставы забирают мои 50% пенсии, у меня заблокированы все карты, они забирают половину пенсии, соответственно 35 тысяч с чего платить? А не с чего платить, вот, ну, то, что я сейчас улыбаюсь, ну, вы на это сильно не смотрите, просто я не могу сейчас плакать, у меня такое настроение, да, но я иногда могу сплакнуть, если я вспоминаю тяжелые моменты, естественно, я плачу, и плачу, и в подушку плачу, и так плачу, вот, и, то есть, что я стала делать? Я из одной компании вышла, пошла сразу в другую компанию, я стала искать, как говорилось в тот момент, нарабатывать себе инвестиционный портфель, то есть, я начала искать какие-то компании, да, где еще куда-то вложить, чтобы наработать себе именно на кредиты, вот, ну, опять же, кто был в инвестиционных компаниях, все понимают, что в инвестиционную компанию со 100 долларами не зайдешь, туда надо, соответственно, минимум 1000 долларов, минимум, меньше, там вообще делать нечего, вот, и когда я собрала последние деньги у своего ребенка, забрала 14-летнего сына, я забрала последние деньги и зашла в инвестиционную вторую компанию, тут я стала, естественно, ну, конечно, как бы там ни говорили, что инвестиционная компания, это на пассиве приглашать никого не надо, ребят, это все обман, все равно приглашаешь везде, почему? Потому что везде есть рефералка, и я уже человек, который, пройдя вот этот весь момент, я понимаю, что, естественно, рефералка, значит, я буду больше, соответственно, получать, вот, и когда я начала приглашать людей, на моем пути попалась девушка, которая подкинула мне компанию Befriend, что я сделала на тот момент, я ее отложила в другой ящик, я говорю, хорошо, пусть она у меня пока будет, тут у меня компания вторая, вроде бы все нормально, вот она работает, то есть еще месяца 4 она должна, должна продержаться, слово должна вылилось мне буквально меньше месяца, вот, и когда она в этот же месяц, я зашла где-то 29 июля, и когда она уже в середине августа закрылась очень плавно, да, я поняла, что где мой тот ящик, где надо смотреть компанию, вот, естественно, я подняла то сообщение, и знаете, на что я обратила внимание, у меня сразу в голову стукнуло, то есть небольшое сообщение, что там говорилось о чем-то, нет, я сразу увидела фразу, возврат два шага, потому что будучи в инвестиционной компании, да, я уже научилась, я понимала, что надо просчитывать, как быстро я выйду в инвестиционный ноль, да, то есть что я должна сделать, чтобы вернуть свои деньги, и потом уже был доход, вот, и вот здесь увидев фразу возврат два шага, естественно, я быстренько что же там такое, ой, мои любимые матрицы, то есть меня судьба опять вернула в мои любимые матрицы, значит, смотрите, на что я акцентировала внимание при входе, значит, возврат два шага, я, естественно, посмотрела, на чем работает компания, компания работает на долларовой площадке, на тот момент, ну, и даже и сейчас на этот момент, независимо от той ситуации, которая у нас происходит сегодня в мире, я надеюсь, я не быстро говорю, да, мне почему-то хочется быстро вам всем говорить, надеюсь, меня улавливаете мои мысли, вот, и смотрите, на тот момент, пройдя уже любую криптовалюту, я уже знала, что такая криптовалюта, как с ней работать, где работать, Марсель, я быстро говорю, да? Нет, нет, простите, просто случайно нажал, палец мокрый. Палец мокрый, ясно, не, просто я быстро говорю, если что, вы меня это тормозите, вот, и на тот момент я смотрела, потому что я понимаю, что надо людей приглашать, да, они все, я уже связалась с криптовалютой, я знаю, как вот, представляете, очень много, ведь у нас в компании людей 60 плюс, и вот им объяснять, как работают биржи, криптобиржи, да, как работают кошельки холодные, кошельки, криптокошельки, это очень сложно, вот, и когда я увидела, что здесь работается на долларовой площадке, меня это очень обрадовало, первый момент, я сейчас буду говорить плюсы, потом по маркетингу я вам вкратце расскажу, потому что я думаю, что многие здесь маркетинг знают, а Алекс, я думаю, ему все равно расскажу подробно о маркетинге, потому что сам маркетинг сразу его сложно понять, для тех, кто никогда не связывался с матрицами, вот, то есть для них все равно какое-то вот это непонимание столов, куда кто бежит, непонятно, но я покажу вкратце потом, вот, то есть я хочу сейчас показать именно плюсы компании, я хочу сказать, что для себя лично, для себя лично я не нашла ни одного минуса, один минус есть для многих, я потом о нем скажу, но для себя лично я не нашла ни одного минуса в этой компании, значит, идем по порядку, то, что это долларовая площадка, то есть это не крипта, крипта на тот момент она была очень сильно волатильна, она и сейчас, и вот представляете, когда я работала в компании другой, на крипте, и когда у меня за ночь крипта рухнула, и я потеряла практически 50% тех денег, которые у меня были на кошельке, понимаете, да, есть ли у меня желание еще раз связываться с криптой, нет, не хочу, вот, и опять же, вот, сейчас быстренько вернусь, да, что я понимаю, что мне надо работать с людьми, и не каждый на сегодняшний момент умеет работать с криптовалютой, это первый момент, на что я акцентировала внимание, второй момент был тоже самый важный для меня, как быстро я могу вывести деньги официальным способом из компаний, почему, потому что, когда я была в других компаниях, да, многие компании, если это продуктовые компании, пожалуйста, берите продуктом, продавайте и забирайте деньги, многие такие, так сейчас компании работают, да, если это была с криптой связана, то там, пожалуйста, через 5 дней, 5-7 дней я могла вывести свои средства, поэтому для меня было важно, то есть я, заходя в компанию, проверяю вывод, в первую очередь проверяю, вот с первого дохода я проверяю вывод, вот, и когда я проверила вывод, и я очень была удивлена и рада тому, что я за сутки смогла вывести свои средства, даже не за сутки, в течение суток, там получилось так, что я вечером поставила на вывод, ночью деньги пришли у меня в кошелек Perfect Money, и утром я их благополучно вывела, на тот момент, когда я пришла 9 месяцев, уже практически, о, 10, а, ребята, завтра, нет, первого числа будет 10 месяцев, как я в компанию, о, перевалили за 9, вот, 10 месяцев назад, тогда у нас работал только один кошелек Perfect Money, на сегодня их уже два, это Perfect Money и для Европы это PR кошелек, он очень легкий, он очень доступный для тех, кто любит криптовалюту, внутри есть обменники, внутри есть биржа, очень спокойный, простой кошелек, но могу сразу предупредить, ребят, что компания при выводе средств процентов никаких денег не берет, но кошельки они берут, так же, как и у нас, допустим, если у меня карта Тинькофф, и я хочу снять со Сбербанка, то, соответственно, естественно, Сбербанк у меня возьмет комиссию, это нормально, и на это мы должны реагировать хорошо и спокойно, вот, поэтому второй пункт, который я проверяла, это чтобы был нормальный вывод и быстрый вывод, именно официальный, и еще какой плюс есть, то, что у нас есть внутренняя валюта, то есть мы можем точно так же спокойно, я могу свою валюту, когда мне приходит доход, я ее могу продать своей команде внутри, когда у меня люди заходят, курс у нас зафиксированный, и на сегодняшний момент я хочу наших гостей порадовать тем, что у нас идет акция, и у вас есть возможность зайти по очень удачному курсу, удобному курсу, мало того, что музыка на улице класс, сейчас секундочку, я думала я одна музыку люблю, нет, окажется, не одна, вот, и на сегодняшний момент у вас есть возможность зайти в компанию по внутреннему курсу, и это для тех, кто не любит, вот, знаете, кошельки, обменники, то есть это очень быстрая возможность, очень быстрый вход, скажем так, и активация, и есть возможность еще по этому же курсу наработать свою команду, то есть своим друзьям, своим приглашенным дать возможность зайти по этому курсу, вот, что еще, на что я акцентировала внимание, так как я раньше работала в матричных проектах, да, в других, для меня самое важное, что было, смотрите, я работала в компании 1.9.90, может быть, кто-то об этом слышал, она работает до сих пор, смотрите, матричные проекты, это долгосрок, они будут работать долго и вечно, единственное, она может закрыться тогда, когда я лично перестану работать, вот, не хочу я работать, все, моя деятельность на этом закончится, но компания будет работать особенно, когда она официальная, у нас компания официальная, у нас компания зарегистрирована в штатах, штат Делавет, она зарегистрирована там, но зарегистрировано не название компании BeFree, а зарегистрирован именно маркетинг, вот, блин, одни плюсы, ну, реально, одни плюсы, я не знаю, у меня рук не хватит на, пальцев не хватит на руки, смотрите, почему многие скажут, вот, почему не в России, ребят, просто в России нету, у нас краудфандинг, он у нас нелегален, то есть он у нас не работает, вот, а так как мы работаем на площадке краудфандинга, да, матричный проект, но на системе краудфандинга, то есть деньги от человека к человеку, они не аккумулируются там у админов, они не аккумулируются там еще у тех поддержки или в каком-то определенном кошельке, нет, деньги при активации, когда вы активируете свой кошелек, деньги от человека идут стопроцентно, 100%, то есть не на рефералку, не там куда-то на каких-то клонов, не там на развитие компании, не там еще куда-то, нет, 100% от одного человека к другому по маркетингу, ни одна компания столько не дает, больше вряд ли тоже кто-то даст, поверьте, вот, и вот как раз краудфандинг, он легален именно в штатах, в штатах, штат Деловек, поэтому мы там и зарегистрированы, мы проходим, каждый год компания проходит аудит, это для тех, для кого очень важны вот эти моменты, да, каждый год компания проходит аудит, то есть проверяется, когда компания регистрировалась, да, то есть прописывался каждый пункт, и вот, соответственно, с этим компания проходит аудит, проверяется, все ли пункты выполняются, правильно ли они выполняются, да, менялось что-то или не менялось, и вот за 4 года, в августе будут 4 года нашей компании, за 4 года ничего совершенно не менялось, представляете, сказка, вот сейчас я вам скажу про ту компанию, в которой я работала несколько лет, даже точкой запятая не меняется, вот, и когда я до этого работала в компании 1.9.90, я говорю, может быть, кто-то слышал о ней, я работала там, ну, где-то месяцев тоже где-то с августа и, наверное, до марта, вот такой промежуток времени я работала, за это время компания каждые 2 месяца меняла маркетинг, просто меняла маркетинг, когда я пришла, было сначала площадка с биткоином, потом они открыли площадку с долларом эквивалентом, потом они открыли с евро, потом открыли с бинаром, а потом уже, мы уже ушли оттуда, вот, знаете, с одной стороны, вроде бы это хорошо, компания развивается, она открывается, да нифига, ребят, вот это самое худшее, что есть в компании, когда меняется маркетинг, почему? Для тех, кто не знает и не понимает, почему, потому что, смотрите, когда меняется маркетинг, что происходит, то есть я, я от себя буду говорить, я и моя команда, вот, к примеру, один маркетинг, мы работаем, 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 потом какая-то тишина, затишье, и админы думают, так, надо что-то поменять, поменяли, что происходит, то есть, естественно, я со своей командой иду, ба-бах, в другую площадку, опять, я зарабатываю, а мои девочки, моя команда, соответственно, нет, я заработала все денег, то есть, ура, я заработал все, опять все вот это идет, 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 бах, они открывают меня, это опять маркетинг, и опять вся вот эта толпа, начиная, к примеру, от меня, переходит, и опять я зарабатываю, а мои девочки не зарабатывают, ну, девочки, мальчики, без разницы, партнеры, вот, поэтому, дорогие гости, то есть я сейчас вообще обращаюсь к вам, ну, естественно, и с новичками разговариваю, смотрите, при выборе компании обязательно смотрите, сколько лет компания на рынке, официально ли она зарегистрирована, потому что сегодня в интернете каждый день открывается множество всяких компаний, множество, давайте на тысячу заходите, завтра, сегодня на тысячу, завтра на 500 рублей будет, заходите, но самое важное понять, везде надо приглашать, везде надо работать, никто за вас работать не будет, никто, не там админы, которые мы сейчас вам поставим, да никто, неизвестно еще куда вы упадете, в какую глобалку и дойдет ли до вас очень, поэтому при выборе компании, пожалуйста, акцентируйте момент, сколько компания лет на рынке и официально ли она зарегистрирована, обязательно умейте, учитесь просчитывать маркетинг, то есть не просто влететь туда на парах, что я сейчас влечу и мне наставят людей, клонов наставят людей, я такой счастливый заработаю там миллионы, да нифига не будет такого счастья в жизни, ребят, реально, давайте реально смотреть на вещи, поэтому акцентируйте внимание, компания, когда меняет маркетинги, это не очень хорошо, наша компания на протяжении четырех лет не меняла ничего и официально зарегистрирована, и опять же, да, смотрите еще плюс, в интернет-пространстве наша компания уже стоит плотно на ногах, четыре года, четыре года, ни один хайп, ни одна пирамида, ни одно МММ, там еще столько лет не живут, максимум они могут проработать год, пол, все, все, больше компаний, особенно хайпы, они... дальше смотрим, очень много сейчас компаний кучит, да заходите, да обучаться здесь не надо, мы все разделаем, ребят, обучение нужно, во-первых, когда вы работаете, начинаете работать, у вас, соответственно, растет команда, с командой нужно работать, нужно обучение, надо уметь работать с ними, надо уметь работать в соцсетях, то есть обучение, оно нужно, и это обучение говорит о том, что вы не деградируете, честно, вот понимаете, вот пару лет назад я понимала, что у меня идет деградация, потому что я сидела тупо, смотрела киношки, занималась бытовухой, все, деградация полностью, сегодня я в январе открыла для себя ТикТок, правда он потом закрылся, вот, да, я сегодня участвую в марафонах, я сегодня развиваю свои соцсети, я учусь это делать, и меня это очень радует, в сентябре, когда я пришла, я целый месяц сопротивлялась для того, чтобы выйти сделать кружочки, ну вот для гостей, да, кто еще не понимает, что такое кружочки, я думаю, что вы в чате видите очень много вот этих видеокружочков, где мы вживую вам говорим, то есть мы с открытым лицом, мне не надо прятать свое лицо, я не боюсь, мне не стыдно предлагать эту компанию, понимаете, не стыдно, и во многих компаниях, в которых я была, если проводили какие-то презентации, проводили какие-то встречи, всегда видео было закрыто, и уже это можно задать вопрос, а почему вы прячетесь, мы не прячемся, мы с вами в открытую говорим, но 10 месяцев назад я не умела разговаривать, вот так, я боялась видео, я не проводила презентации, я не записывала кружки, я тихо, спокойно вот сама с собой жила, понимаете, но я учусь, и я очень рада, что я этому учусь, потому что я меняюсь внутри, у меня меняется внутреннее мое состояние, ну и состояние, естественно, внешнее, и очень много сегодня, я очень рада, у нас очень много людей внешне меняется, мало того, что они внутренне растут, они внутренне раскрываются, но они сегодня и внешне улучшаются, И меняется именно в компании BeFree. Благодаря этой компании мы начинаем меняться. Мы начинаем менять свою жизнь. Дальше, следующие плюсы. На что я акцентировала внимание, когда смотрела именно маркетинг. Мне очень понравилось, что всего, я сейчас скажу просто об одной программе, но независимо программа Everyday или программа Autohaus. У нас две программы. Плавно из одной можно перейти во вторую без ущерба для кошелька. Я акцентировала на то, что всего лишь четыре стола. И в программе Everyday четыре стола, и в программе Autohaus четыре стола. Не десять, не пятнадцать, не там еще двадцать. Всего лишь четыре стола, по которым очень легко со своей командой вы идете. Вы не отдаете свою команду никому. Это ваша команда. Вот я свою команду не отдам никому. Просто очень много сейчас матричных проектов, где команда раздваивается. У нас этого не происходит. Мы все своей командой идем, и никто никуда не отдает. Вот. Дальше. И всего лишь четыре стола. То есть шаг очень маленький, шаг очень короткий. При желании, при амбициях, при целях вы можете это очень быстро дойти. То есть главное – желание, амбиции. Все. И стремление, цель идти туда, куда вы хотите идти. Следующие моменты, которые я еще здесь обратила внимание. То есть обучение, я уже вам сказала, обучение у нас есть. Обучение. Обучение Анна Михеева закупила. Для каждого партнера в личном кабинете есть обучение Александра Бека. Смотрите, очень много у нас людей приходит, которые никогда не были ни в каких компаниях. Для них это что-то новое. И для них это что-то неизвестно. Они не знают, как работать в соцсетях. Они не знают, что такое целевая аудитория. Они не знают, как что записывать, как вести ютуб-канал. У нас, пожалуйста, для вас бесплатно куплено обучение от Александра Бека. Обучайтесь, смотрите. Оно все в легком доступе. То есть там короткие видео. Очень пошагово. Каждый шаг все это выполняется, делается очень легко. Прекрасно. Также для партнеров у нас проходит два вебинара в неделю. Проводит наш коуч Татьяна Романова. Очень профессиональный коуч. И она обаятельная и привлекательная, потому что очень приятно ее слушать. Она с чувством юмора. Она очень легко преподает и дает нам информацию. Она обучает нас не только тому, на что акцентировать внимание при выборе компании, на что рассчитывать маркетинги, сравнивать с другими. То есть она обучает еще и нас правильно мыслить и правильно, как сказать, ну, короче, мы меняемся вместе с ней. Сейчас не могу слов подобрать. Правильное мышление, она нас ставит на правильную дорогу, на правильную цель. Потому что действительно, знаете, очень много в жизни, на что мы не обращаем внимания. На что мы не обращаем внимания. Нам подсказки вселенная дает, а мы на них не обращаем внимания. Мы живем, тупо жили. То есть те, кто в BeFree, они жили. Сейчас у них другая совершенно жизнь. Мы тупо жили там в роли жертвы. Сегодня мы смотрим на жизнь совершенно по-другому и наша жизнь меняется. Поэтому обучение для тех, кто еще не знает, как правильно подходить к каким-то моментам, пожалуйста, обучение есть. Также есть у нас и рабочие чаты, которые работают, которые помогают, подсказывают. У нас очень много проходит марафонов. Ребят, все в ваших руках. Всему можно научиться. Кто-то где-то сказал, я не знаю. Всему можно научиться, было бы желание. Дальше. Следующие моменты, которые у нас идут. Плюсы относительно столов, я сказала. Две программы, всего лишь две программы. Вход очень маленький. Пожалуйста, 155 долларов. Что такое? То есть можно стартовать... А, о, смотрите. У нас компанию можно стартовать с любого стола, независимо, на какой площадке мы находимся. То есть, допустим, у нас две программы. Программа Every Day и Auto House. И я могу стартовать с любого стола в программе Auto House. Мне не надо для этого прокупать программу Every Day. То есть, я стартую с любого. Нету. Альбиночка, у тебя микрофон включен. Мне не обязательно, допустим, прокупать стол 300, если я захочу на 900 зайти. Альбина, микрофончик у тебя включен. Ага. Вот, понимаете? То есть, опять же, я могу стартовать оттуда, откуда я хочу. Нету, что я должна прокупить. Первый, второй, третий, пятый, для того, чтобы стать шестой стол. Нету этого. Пожалуйста. У нас регулируемые столы. Я могу регулировать то, как я могу ставить своих людей. То есть, у нас матрицы регулируемые. У нас не глобалка заполняется по очереди. Нет. То есть, я могу посмотреть свою матрицу, просчитать ее и поставить партнера туда, куда мне надо, для того, чтобы получить выплату. Либо поставить его туда, куда надо, для того, чтобы продвинуть. Свою матрицу, сделать свое движение. Тоже опять плюс. И самый важный плюс для меня на сегодняшний момент. Для многих это минус. Сразу скажу. Надо приглашать людей. Я думаю, что сейчас все улыбнулись. Для многих это минус. Потому что очень много у нас страхов. Мы боимся приглашать. Мы не знаем. Ребят, когда я была в других компаниях, еще в самой первой компании, не поверите. Когда мне говорили, звони человеку, приглашай навстречу. Знаете, как я звонила? Я брала телефон, набирала номер. А в голове у меня такое. Господи, хоть бы он трубку не взял. Господи, хоть бы он трубку не взял. Вот так я приглашала людей. То есть, понимаете, я так приглашала партнера к себе. Хоть бы он трубку не взял. Вот. Потому что были тоже страхи. Были страхи. Получится, не получится. Придет он, не придет. А вдруг он мне скажет. Ребят, не все в жизни будут мастерами по массажу. Не все в жизни будут слесарями. Не все будут продавцами. Не все будут парикмахерами. И не все будут в компании Бифпри. Почему? Потому что не все люди готовы зарабатывать большие деньги. А здесь у нас деньги большие. Понимаете? У всех есть страх. И на это нужно смотреть спокойно. Сегодня я люблю приглашать людей. Для меня это не проблема. Если человек говорит нет, он не мне говорит нет. Он говорит себе нет. Мне-то он нет не скажет. Почему? Потому что я приняла решение. И я зарабатываю в компании Бифри. Я сегодня, на сегодняшний день, я финансово свободна. На сегодняшний день я свободна по времени. На сегодняшний день для меня понедельник. Это не страшный день. Для сегодняшнего дня у меня понедельник. Это продолжение субботы и воскресенья. Для многих. Понимаете? Мой день расписан так, как удобно мне и как хочу я. А вопрос к тому человеку, который мне отказал. А какой день у него? Понимаете? Поэтому люди отказывают не нам. Люди отказывают в первую очередь себе. И неужели я буду из-за этого расстраиваться? Да ради бога. Не хочешь ты хорошей жизни? Не хочешь ты свободной жизни? Да не надо. Пожалуйста, живи ты так, как тебя это устраивает. Вот. Поэтому для меня сегодня приглашать людей – это плюс. Потому что кто приходит за мной, у них меняется жизнь. У них меняется мышление. У них меняется все. Начиная от финансов и заканчивая внешностью, внутренность. Внутри все вот это мышлением. Понимаете? Люди становятся счастливыми. Да, у каждого свой движ. У каждого свой путь. То есть кто-то быстро двигается, кто-то помедленнее двигается. Но это нормально, это бизнес. Здесь у каждого свои амбиции. Кто-то… Мне, допустим, когда я сюда пришла… Гайрат, видео выключите, пожалуйста. Мы очень рады вас видеть. Ага. И микрофончик тоже. Ничего страшного, все нормально. Мы с вами поздоровались. Вот. О чем я? Ладно. Короче, потерялась, отвлеклась на мужчину. Нельзя. Вот. Поэтому, смотрите, для меня это не страшно. И я этого сегодня не боюсь. Но опять же, я научилась бороться со своими страхами именно в компании Befrey. Я научилась бороться со своими страхами именно после того, как я потеряла деньги. Понимаете? Либо мы учимся, либо мы меняем свою жизнь, либо мы остаемся в роли жертвы. Я в роли жертвы не хочу оставаться. Я хочу по-другому жить. Вот. Так. Давайте так быстренько. Нужно маркетинг показать или нет? Нет. Алекс, к вам вопрос. Уже видел? Покажите. Нужно показать, да? Ну, давайте я сейчас вкратце быстро вам покажу. Ну, смотрите, пожалуйста, для тех, кто не знает маркетинг еще, пожалуйста, первый взгляд, он не должен быть для вас страшным. На самом деле очень легко, когда вы гости именно, я сейчас к гостям обращаюсь, да, когда вы начнете, когда вы примете решение и начнете вместе с нами, поймите, вы его очень быстро поймете. Когда у вас будут ставить партнеры, наставники, все наставники помогают и подсказывают, как это делать. Никто вас не оставит просто так. Доставайте наставников своих вот так вот. Давайте я сейчас включу. Скажите, пожалуйста, видно ли мою доску? Прекрасно. Да, все видно. Все, ага, спасибо, спасибо большое. Смотрите, можете нажать на экран, и он у вас раскроется, если вдруг у кого-то он был закрыт. Значит, смотрите, давайте сейчас очень быстренько, вкратце, потому что долго расписывать смысла вам нет. Я сейчас купила фломастеры новые, у меня они хорошо рисуют, поэтому я очень счастлива. Затарилась. Значит, смотрите, у нас, как я уже говорила, две программы. Это первая программа Every Day, то есть деньги на каждый день, и программа After House. Я думаю, что сегодня гости наши видят, что творится у нас в чатах. Ребята, вообще, я сегодня у меня шоковое состояние от того, что творится в чатах. Бомбит просто After House. Вот это как раз программа дает нам большие деньги. Программа Every Day, это деньги на каждый день. Смотрите, первый стол, я буду показывать именно денежные столы, потому что мы сюда приходим не тусоваться, мы сюда приходим зарабатывать деньги. Пять долларов у нас уходит в компанию один раз. При активации бизнес-места мы платим пять долларов, которые уходят в компанию. С них платятся налоги, с них оплачивается техподдержка, оплачиваются хостинги и так далее. Вот с этих пяти долларов. Все. Остальное у нас номинал стола. Значит, смотрите, программа Every Day. Самый денежный стол, это стол 150 долларов. Это семиместная матрица. Вы всегда будете наверху. Значит, смотрите, каким образом идет возврат денег в два шага. Вот я уже вначале говорила, да, что когда я увидела, я увидела первую фразу «возврат в два шага». Что такое «возврат в два шага»? Ваша задача, любого партнера, задача, минимум два человека. Минимум первый человек, второй человек. Первая линия, вот это получается, первая линия, она у нас не выплатная, мы с нее денег не имеем. Но, как только у вас встает партнер в вашу вторую выплатную линию, без разницы, это может быть ваш партнер, это может быть партнер вашего партнера, без разницы. Как только у вас встает сюда человек, хоп, вы получаете номинал стола, то есть 150 долларов, то есть краунфандинг, 100% сеть. Партнер встал, вы получили. Смотрите, возврат в два шага. Что такое «возврат в два шага»? Я уже говорила, что у нас матрица регулируемая, и мы можем сами вставить людей так, как нам надо. Вот, допустим, я пришла, у меня есть Маша и Саша, мои два человека. Машу, к примеру, я ставлю сюда, а Сашу я ставлю сюда. Первый шаг, второй шаг. Я вернула 150 долларов. Надеюсь, вот это понятно. Первый партнер мой, второй партнер тоже мой, но я могу ставить туда, куда я хочу, именно в пределах своей матрицы. Все, 150 долларов я получила, 100%. И, пожалуйста, выводите их, тратьте, никуда их не надо, держать их на кабинетах не надо. На них проценты не упадут. Тратим, выводим и тратим. Смотрите, как идет программа «Эври Дэй». Первый партнер встает, 150 долларов получаете. Второй партнер встает, 150 долларов вы получаете. Третий партнер встает, 150 долларов вы получаете. То есть, смотрите, вот этот стол на 150 долларов программы «Эври Дэй» вам принесет дохода 450 долларов. 150 долларов, 155 заплатили, 150 плюс 5, да, и уже возвращаете. То есть, 450 долларов. Последнее место, вот это, оно реинвестное. Как только у вас сюда встает партнер, он прокупает бизнес-место, да, 150 долларов, система вам этими деньгами, реинвестным местом, она вам прокупает точно такой же стол. Новый у вас открывается, новый точно такой же стол. Все, все, этот же закрылся, все, деньги мы получили, все, реинвест, то есть, это покупка точно такого же стола. Все, и здесь то же самое, ваши партнеры, как только у них закрывается матрица, у них точно так же происходит, у них точно так же будет реинвест, ваши партнеры летят к вам. Всегда, ваши партнеры идут за вами. Все, то есть, смотрите, программа Every Day, каждый круг вам приносит 450 долларов. Все, заполнение пошло, те же самые люди, может быть, новые, без разницы, потому что, естественно, мы на двух, на трех, на четырех не останавливаемся, поверьте, потому что я хочу донести большому количеству людей, что можно вылезти из кредитов, из долгов, улучшить свое финансовое положение, потому что сегодня людям очень сложно жить. Все, четвертое место, опять реинвестное, опять новый стол. Все, и 450 долларов на постоянной основе. Все, стол закрылся, 450, 150, 150, каждое место приносит 150. Это программа Every Day, столы крутятся постоянно. Все, смотрите, первый стол принесет вам первый стол, первый круг, я люблю говорить первый круг. Программа Every Day принесет вам 450 долларов. И с третьего круга первый круг, второй круг, третий круг. То есть ориентируйтесь, как я вам, да, рисую. Стол один и тот же, 150 долларов, но круги разные. И с третьего круга, с третьего, то есть третий, пятый, десятый, сто пятый, вы всегда будете получать 450 долларов. Ваши люди будут идти за вами. Every Day крутится постоянно за счет реинвеста. Все, все ваши люди приходят к вам. Так как я уже сказала, у нас две программы, Every Day и Автохаус, и мы без ущерба для кошелька, есть возможность. То есть я не трачу деньги из своего кармана. На первом круге я забрала 450. Второй круг, он у нас немножко другой. Он отличается немножко, каким образом. Смотрите, Анна Михеева, она ведь тоже матричник. Она очень много работала в других матрицах, и она самое лучшее взяла сюда. Самое лучшее, что она могла взять из других матричных компаний, она взяла сюда. Самый легкий, самый доступный, вообще вы не поверите. Вот, ну, насколько легкий, я говорю. У меня, слава богу, есть с чем сравнивать. Вот, смотрите, второй круг, то есть первый мы получили, перешли на второй. Я вам сейчас покажу чисто алгоритм. Чисто алгоритм. Программа Автохаус. У нас в программе Автохаус идет 4 стола. Помните, я вам говорила, да? Всего 4 стола. И для того, чтобы вы перешли без ущерба для кошелька, то есть не забирали деньги из семьи, вот как раз второй стол в программе Every Day. Вас перекинет. Каким образом? Смотрите, как только у вас встает первый партнер, вторая линия, помним, невыплатно люди сюда переходят за вами, либо новички. Как только у вас встает первый партнер во вторую линию, 150 долларов у вас заморозится. Как только встанет второй партнер, у вас 150 долларов заморозится. Третий партнер вам принесет 150 долларов. То есть на втором круге, только на втором круге, один раз ваш доход составит 150 долларов. Но вот эти 150 и вот эти 150 в сумме 300 долларов вам система купит программу Автохаус стол 300. То есть это называется апгрейд, то есть покупка следующего более дорогого стола. И вот таким образом у нас система без ущерба для кошелька перекинет с одной программы в другую. Но самое классное-то дальше. Смотрите. Программа Every Day работает, приносит нам доходы. Постоянно с одними и теми же людьми вы можете посмотреть по скринам. Что происходит у нас в программе Автохаус? Все, у вас запущено две программы. Благодаря второму кругу в Every Day у вас запустило две программы. Что происходит здесь? А здесь у нас это транзитно-накопительный, мы его называем. Здесь идет немножечко по-другому. Смотрите. Первая линия, помним, ваши люди переходят за вами. Ваши люди переходят. Не отдаем никому людям. У нас матрицы не делящиеся. То есть помним, да, плюсы нашей компании. Смотрите. Как только у вас встает сюда первый партнер, переходит, либо это новичок, без разницы. Вы получаете номинал стола. 300 долларов. На кошелек выводим, тратим. Я всегда об этом говорю. Выводим, тратим. Для себя любимых. Что происходит дальше? То есть, опять же, смотрите, вы вышли в безубыток. Система вам прокупила, либо вы сами прокупили, без разницы. В два шага. Первый партнер, второй партнер. Вы вышли в безубыток. То есть, возврат в ваших средствах. Что происходит дальше? Как только у вас встает второй партнер, 300 долларов заморозилось. Третий партнер во вторую линию. 300 долларов заморозилось. Четвертый партнер, 300 долларов заморозилось. В сумме это будет 900 долларов. Система вам прокупает следующий стол 900 долларов. Вот за счет этих денег система купила следующий стол. Ваши партнеры точно так же, у них точно так же будут закрываться. Точно так же. Все, здесь происходит то же самое. Первая линия заполняется. Как только во вторую линию встает первый партнер, вы получаете 900 долларов. Все, здесь то же самое. 900 партнер стал, 900 заморозилось. Партнер стал, 900 заморозилось. Партнер встает, 900 заморозилось. В сумме это 2700. Все, система вам прокупает следующий стол 2700. Апгрейд называется. Покупка более дорогостоящего стола. Все, здесь то же самое. Ваша команда идет за вами. Первый партнер приходит, все, вы получаете номинал стола 2700. Все, здесь то же самое. 2700 партнер стал, заморозились. Партнер стал, 2700 заморозились. Партнер стал, 2700 заморозились. Считать умеем? 8100. То есть 2700, 2700, 2700, 8100. Все, последний стол, стол в миллионе. Все, смотрите, больше движения нет. Быстро, легко, доступно. Не 10 столов, не 15. Поверьте, смотрите, где матрица, 15 столов. Ребята, я вам сразу могу сказать, до туда не каждый дойдет. Ну, не каждый. Вот если у него команда тысячи, две, три тысячи человек, тоже может не дойти. Рассчитывайте маркетинг. Смотрите, какое движение. Даже если там есть столы, трехместные столы, там вообще у вас глобалка, там вообще все страшно. Все, дальше. Вот как раз последний стол, мы его называем столмиллионником. Что происходит здесь? Он последний. Как только у вас встает первый партнер во вторую линию, вы получаете на баланс, тратите, выводите 8100. Второй партнер вам приносит 7200 долларов. Третий партнер вам приносит 7200 долларов. И четвертый партнер вам приносит 7500 долларов. Смотрите, вот этот, только этот стол вам принесет 30 тысяч долларов. Но вы не забывайте, вы еще и здесь получили 2700, и здесь получили 900, и здесь 300. И еще у вас программа Every Day работает. Вообще, как сказка, сказка, божечки. Почему я раньше не увидела эту компанию? Ну почему? Видимо, надо было сначала мне попасть в другие компании. Смотрите, что происходит дальше. То есть вроде бы 4 стола прошли, все, на этом закрутилось. Нет, мы же пришли сюда зарабатывать деньги. Вот смотрите, я уже говорила, да, что придя в компанию, я вышла в огромный минус. Благодаря вот этому столу я закрыла один из кредитов более 500 тысяч рублей. У меня еще один кредит есть. Но я живу в свое удовольствие. Я трачу деньги на себя. Я подделываю подарки своим родителям. Я закрываю кредиты. При том, что у меня нет работы. Я наслаждаюсь жизнью. Я благодарна компании Buffi. Я благодарна Ане Михеевой за то, что она придумала компанию, за то, что она легальна, за то, что она зарегистрирована, за то, что она работает 4 года на рынке, за то, что у нас более 34 стран, за то, что она официальная. И за то себя благодарю, что я не побоялась зайти сюда, что я нашла 150 долларов и зашла сюда. Так, дальше, не будем о грустном. Дальше, смотрите. Для того, чтобы закрутилось дальше, когда вы получаете вот эту выплату 7200, да, второй человек встает, вам еще система дает 3 бизнес-места номиналом 300 долларов. Когда встает сюда партнер, вы получаете 7200 и еще плюс 3 бизнес-места в стол 300. Сейчас я вам покажу, что это такое. Вот этот последний партнер вам дает 7500 и еще плюс 2 бизнес-места. Что такое 2 бизнес-места с номиналом 300 долларов? Это можно их назвать клоны. То есть что такое клон? Вот я одна, и еще вот взяли и сделали точно таких же, как я, ненормальных, амбициозных клонов моих, которые вот будут и говорить, как я, и думать, как я, и делать, как я. Это называется клоны, клонировали меня. Вот здесь то же самое. То есть бизнес-места точно такие, только в столы 300. То есть опять за счет вот этих 8 бизнес-мест у вас опять откроется программа автохаус и опять она пойдет. Но если вы здесь шли одним бизнес-местом, одним, вы получили один раз 300 долларов, один раз 900, один раз 2700 и один раз вы получите 30 тысяч долларов, то, имея 8 бизнес-мест, вы будете получать 8 раз по 300 долларов, потому что у вас будет не одно бизнес-место, а у вас будет 8 бизнес-мест, То есть 8 таких матриц. Но сейчас не загружайтесь этим, просто я вам показываю, какое движение идет и какие деньги здесь можно зарабатывать. Все, вы получите уже, то есть этот пройдете первый круг, на втором круге вы получите 8 раз по 300, 8 раз по 900, 8 раз по 2700, 8 раз по 30 тысяч долларов. И еще раз вы получите 8 раз по 8 бизнес-мест. А на третий круг вы идете 8 умножить на 8. Сколько там? 64 бизнес-места. Блин, я хочу третий круг. Но это же еще не все, у нас есть еще свои стратегии. Но о них, ладно, я сегодня уже не буду рассказывать, потому что время мы немножко вышли. Я сказала, что я вкратце покажу. То есть смотрите, это алгоритм. Я вам показала чисто алгоритм движения. Как крутятся столы, как идут. Я говорю, поверьте, что когда вы станете партнером, вы потом это все поймете. Просто я сейчас вот вам показала. Я вам показала, что всего 4 стола, всего лишь 4 стола, что на каждом столе вы имеете доход, на каждом, что вы его выводите, что у вас приходит 100%, что мы никому не отчисляем, никому не отдаем, что в два шага вы выходите в безубыток. И все. И все, ребят. Так, 20.05. Давайте по вопросикам быстренько. Есть ли у кого-то вопросики? Вот прям быстренько-быстренько. А то меня больше не пустят к микрофону. Возьму слово. 10 секунд. Во-первых, Ирину склоняю голову. Это было нечто. Вот. И такой момент. Если даже вот представить меня, если я не знаю компанию BeFree, вот так, если внимательно слушать, да, именно захотеть понять, то, в принципе, вопросов не должно быть, потому что более чем понятно. Если что-то непонятно, есть запись, пересмотрю. Просто шедевральное выступление. Вы умничка. Марсель, я учусь от вас. Я обожаю вас смотреть. Смотрите, ребят, я хочу сказать, что действительно у нас каждый день для вас проходят голосовые созвоны. Разные спикеры по-разному преподносят маркетинг, свои истории рассказывают. Есть записи, поэтому не бойтесь. Всегда можно разобраться. Всегда. Вот поверьте, всегда. Если я хочу. Со страхами можно бороться. Мы люди. Мы люди. И мы должны бороться с любым страхом. Мы должны бояться о том, я уже говорила неоднократно, еще раз скажу, и могу заплакать даже. Мы должны бояться того, что нас ждет, если мы ничего не сделаем. Мы должны бояться с завтрашнего дня, если у вас не будет в кармане денег. И вы не сможете их заработать. Вы должны бояться самого важного в жизни. Даже не того, что там денег не будет. Деньги всегда можно заработать. Самого важного. Мы должны бояться не проснуться завтра утром. Вот этого можно бояться. Особенно тем, у кого есть кредиты. Все, я сейчас начну плакать. Особенно тем, ребят, у кого есть кредиты, у кого есть долги. Потому что все долги и кредиты останутся нашим детям. Вот этого вы должны бояться. А не сделать первый шаг, заплатить 150 долларов, пригласить кого-то. Не этого, я не умею записывать видео, я не умею говорить. Блин, ребенок рождается, он ничего не умеет. Он ничего не умеет. Он даже грудь у мамы взять не может, пока ему ее не сунул. Понимаете? Он учится всему. А вспомните каждый своих детей, как они начинали ходить. Как они падали, как они вставали, как они плакали и дальше шли. Вот здесь то же самое, ребят. Другое. Жизнь проходит. Сегодняшний день прошел. Завтра тоже пройдет. И понедельник пройдет очередной. Год пройдет. Смотрите, сегодня уже, блин, 29 июня. Недавно было 1 июня. Уже 29 июня. Уже поллета прошло. Вот сейчас июль пролетит, а там август, все. И там Новый год. Будем встречать Новый год. Поэтому не бойтесь. Не бойтесь менять свою жизнь. Бойтесь остаться в заднице. В той заднице, в которой сегодня вы есть. Ну, не все. Не все. Не все. Но многие. Многие. Потому что у многих есть кредиты. У многих есть долги. У многих есть и потери. У многих нет квартиры. Вот бойтесь вот этого. Потому что другого шанса-то не будет. Так, ну, ребят, меня точно больше к микрофону не пустят. Я благодарю всех, кто был вместе со мной этот час. Кто не успел, можете просмотреть всегда запись. Они всегда остаются. Приходите, пожалуйста, к нам на голосовые. Приходите, изучайте. Берите реферальные ссылки и вперед. А, еще. Я хочу сегодня, сейчас быстренько поздравить тех, у кого сегодня, вчера, позавчера были вот эти мощные движения в командах. У кого были выплаты, у кого были передвижения по столам. Я вот, честно, я сегодня вот только успеваю вот за ними всеми наблюдать вот эти фейерверки, полет, перелетов, активаций. Я всех поздравляю. Вы молодцы. Вы идете к своей цели. И, поверьте, у всех все получится. Всем спасибо огромное. И до встречи. Спасибо. Спасибо. Шикарный, шикарный, Ирин Голосовой просто зарядили нас. А позитива-то сколько. Эмоции такие. Ириночка, спасибо. Еще раз большое-большое спасибо. Вам всем огромное спасибо за то, что вы были со мной этот час. Спасибо. Альбиночка, спасибо. В дыхании прослушала настолько вот, да, эмоционально все так, ну, прям вот с энергией. Глаза горят. Ну, бесподобно. Умничка. Спасибо, Ирина. Спасибо огромное. Засмущали. Альбина выключает, но сейчас я засмущаюсь. Сейчас выключаю. Сейчас я не могу выключить. Никак не могу найти кнопку выключить. Значит, продолжаем банкет дальше. Шампанский. Да-да-да-да-да-да-да. Я-то могу говорить долго. Меня не затормозит. Альбина явно не хочет. Вы как научились разговаривать открыто. Смотрите, 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 я ведь тоже включусь, пока Альбина кнопку ищет. Смотрите, я ведь тоже не умела. Я целый месяц сопротивлялась для того, чтобы записать кружок. Целый месяц, вы не поверите. Я говорила, я не буду его записывать. Почему? Я же девочка. У меня, я не фотогигиенична, у меня макияжа нет, у меня волосы не так лежат. Я не буду писать, я не умею говорить. Вот, ну не вру, честно. Вот честно. А я уже рискнула, Ириночка. Я шла на работу и пожелала всем доброго утра, потому что я хотела увидеть этот кружочек. И я не стесняюсь, я просто не знаю, как правильно все преподнести и все сказать. Вот этому я сейчас учусь. Вот, чем больше будете делать, записывать кружочков. Я знаю, я поверьте, Альбина, подожди еще минуту. Поверьте, я даже иногда сейчас по несколько раз записываю, пересматриваю, потому что что-нибудь говорю, раз запнулась, я уже, так, все, опять по новой. Я даже сейчас по несколько раз записываю кружочки, поэтому ничего страшного нет. Я начинаю говорить одно, у меня мысли вообще другие. Это нормально, поверьте, это нормально. Главное, побороть свои страхи. Вот честно, поборите их. Раздайте тараканам своим, которые в голове фломастеры, раскидайте их по углам и пусть они сидят там. И пусть они сидят там. Страха нет, но вам огромное спасибо. Спасибо, спасибо. Альбина, давай закругляй меня. А то пойдем на второй час. Еще, ребята, еще у нас зеркало. Зеркало – это наш друг. Пожалуйста, вот с ним разговаривайте. Ой, я боюсь с зеркалом разговаривать. Вы разговаривайте с ним. Это очень скучно, просто. Это настолько вы работаете на себя, и вы впечатление такое, что вы разговариваете с собеседником. И у вас этот страх будет пропадать. Это действительно работает. И очень хорошо работает. Ой, Галина, у меня столько комплексов сразу, когда я к зеркалу подхожу. У меня зеркало, оно кривое. Я сразу, я бы даже не стала записывать видео, если бы я сначала с зеркалом стала говорить, поверьте. Все. Галина, уважайте меня и объясните, как это делать. Я не знаю. Ну, я думаю, что в рабочем чате Галина расскажет. Главное, что мы большая семья, и никто не спешит расходиться. Да, да. И Альбина не хочет выключать нам. Все, выключаю, все, выключаю. Все, все. Всего доброго всем. Благодарю вас. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok